друзья сегодня мы познакомимся с породы которая называется кавалер кинг чарльз пони на мой взгляд это одна из самых добродушных я бы даже сказал самых нежных пород для них человек это воплощение всего самого лучшего на свете нельзя быть равнодушным и вот здесь скрывается проблема хозяин должен относиться к ним также трепетно и нежно как собака относится к своему человеку в противном случае могут быть проблемы спонсоры этого выпуска корма премиум класса монш и итальянский косметический бренд ив сендернар здравствуйте это григорий манев и ток-шоу хочу собаку кавалер кинг чарльз пони и вес от пяти с половиной до восьми килограммов рост до 32 сантиметров группа декоративные и собаки компаньоны а и гай сансонова виктория львовна питомник вик сам порода кавалерки чарльз пониель первая собака у нас появилась девять с половиной лет назад в разведении мы уже семь лет она ласковая она очень верно она очень контактная очень любознательная бесконечно умным и каждый день общение с этой собакой это просто бесконечное наслаждение я хочу завести кавалер кинг чарльз пониеля потому что потому что вот увидела и влюбилась и к тому же он такой благородный такой контактный и чем-то напоминает меня поэтому я бы хотела его завести виктория здравствуйте спасибо что нашли время и пришли к нам в студию наша с вами задача объяснить светлане все плюсы и рассказать о сложностях такой замечательной породы как кавалер кинг чарльз спанель вот у меня первый вопрос я к сожалению не являюсь обладателем этого замечательного зверя но у моей знакомой есть такая собака она прекрасно дрессируется с ней можно договориться обо всем о чем угодно она очень заинтересована в лакомстве но при этом есть такая проблема набор лишнего веса что делать и вообще насколько эта проблема присущие данной породе данная порода очень проблемным наборе веса покушать они любят безумно и набирать вес даже понюхав любой корм поэтому контроль веса это одна из самых сложных вопросов нашей породе мы постоянно контролируем каждую гранулу еды то есть до 1 2 3 лишних все так серьезно прям очень серьезно то есть несмотря на то что наши собаки живут частном доме они очень много гулять даже зимой они могут зимой гулять до часу бегать постоянно но малейшие две три гранулы лишних а у нас есть бабушка которая любит это подсыпать отражается сразу на их красивых бачках то есть это же не только скажем так плохо но вот визуально да что он немножечко выполнил это же наверно вред какой-то для здоровья любой набор веса это также как у человека эта проблема начиная от сердечных сосудистых заболеваний заканчивая с суставами связочками и так далее а вот эти нормы задает врач наверное да сколько именно нужно нет в каждой породе в любой собаке есть определенная конституция то есть они должны прощупаться два последних ребра и немножко маклаки то есть они не должны быть видны ребрышки не да не должны быть видны маклочки это в любой собаке есть определенная стандарт как она должна выглядеть когда она форме то есть делаем первый вывод нужно за питанием обязательно следить и никаких кусочков от стола по поводу названия породы кавалерами называли сторонников английского короля чарльза первого который обожал этих собак в переводе с английского king это король порода была зарегистрирована в 1928 году правда от охотничьего прошлого у этих спинели к тому времени уже ничего не осталось вот у этих собак очень нежная такая шелковистая шерсть их так приятно гладить но я знаю что у них моментально образовываются колтуны колтуны образовываются не моментально все зависит от ухода за собакой не каждый владелец может правильно купать собаку и самое главное правильно сушить поэтому раз в месяц мы возим грумеру который моет и правильно сушит и правильно укладывает 6 такого случае в течение месяца у нас нет колтунов ну естественно если собака конечно соблюдает определенные нормы когда мы кушаем и завязываем ушки одеваем шапочки или завязываем ушки чтобы они не попадали когда пьют воду то же самое естественно мы не гуляем где есть присутствует репейник это беда и самое главное никогда в жизни не выстригаем шерсть то есть если вы только вы чужели если хоть раз постригли то сразу там перестает расти ось начинает расти пух именно пух и делает колтуны и все-таки сколько же раз нужно вычесывать самостоятельно и сколько раз вводить грумеру раз в месяц поход грумеру то есть для хорошей качественной мойки че чешем и каждый день особенно уши раз в день вы спокойно можете специальными расческами со специальными аэрозолями потому что сухую шерсть чесать ни в коем случае нельзя надо обязательно шерсть увлажнять особенно это касается зима отопление но все то же самое как у человека со все сохнет сухой воздух по соответственно увлажняем расчесываем про сутки чешем 1 месяц моем ну не считай как грязи когда надо помыть лапки но это естественно естественно гигиена дорогие друзья если вас заинтересовала эта порода закладываетесь на то что ежедневно эту собаку нужно вычесывать нужно просто находить на это время уши это краса и гордость любого спаниеля это вообще визитная карточка породы но за этими длинными ушами нужно следить во первых их нужно ежедневно расчесывать во вторых следить чтобы там не оставались остатки пищи некоторым особой длинноухим уши даже во время приема пищи закалывают прищепкой за головой но и к сожалению у практически всех длинноухих собак бывают отиты у кавалер ким чарльз поняли есть некоторые наследственные заболевания но которых мы не можем не сказать какие это заболевания и собственно говоря как решить эту проблему решить эту проблему можно только одним брать собаку которая родители имеют уже генетические тесты что они не не болеют и не носители только таким образом можем этого избежать да у нас очень серьезная проблема такая как эпизодическое падение это чем-то похоже на эпилепсию сами понимаете это не 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 лечится она конечно как как-то придерживается медикаментозно но ни в коем случае не заболевание лечится также как и сухость глаза курчавая шерсть сухость глаза вы понимаете то есть не работа слезной дорожки это очень серьезно это сухие глаза и с которыми надо постоянно но который ведут к слепоте собаки поэтому а естественно эти заболевания мы можем исключить из вашего щенка только имея если у родителей наличие таки данных генетических тестов также присутствует за сердечное заболевание по породу к этому склонна но последнее время связи с тем что очень много ответственно заочка стали делать проверку здоровья сердца по крайней мере среди моих знакомых такие заболевания не присутствуют и я этому бесконечно рада потому что допустим за границей в той же финляндии разрешили вязать кавалерки чарльз панеля с другими породами для улучшения здоровья но совсем там у них совсем да все печально россия в этом в этом отношении конечно очень молодцы они как всегда впереди всей планеты по всем исследованиям и у нас в этом породе постепенно исчезает может быть и присутствует но у моих знакомых ни у кого слава богу да и еще у нас есть заболевания пателла но это заболевание всех мелких собак это проблемы с суставчиками также проверяем родители на пателлу после года и конечно у присутствует данное заболевание но опять же благодаря постоянным исследованиям и не использование производителями производители с данным заболеванием уже практически вы не не вижу по крайней мере у тех с кем я общаюсь как же понять что родители питомца не больны то есть нужно посмотреть какой-то паспорт или какие-то документы как это узнать генетические тесты они когда мы сдаем генетические в генетических лабораториях анализы они нам выдают потом генетические сертификаты то есть в каждом сертификате указано клеймо кличка собаки номер родословной обязательно то есть собака перед тем как пройти тест ее проверяют наличие клейма соответствие клеймо данной родословной вот и затем выдается сертификат в связи с последнее время очень частым использование фотошопа бывают случаи подделки данных сертификатов поэтому мы можем обратиться в ту лабораторию от которой выдана справка высказав клеймо назвав клеймо данной собаки или номер родословной и вам подтвердят или опровергнут были ли данные генетические тесты и какие были анализы друзья мои я конечно понимаю что список заболеваний которым предрасположена порода каваляр ким чарльз панили выглядит внушительным но здесь все зависит от заводчика и от вашего желания докопаться до истины на самом деле если какие-то проблемы подобные у собаки которые вы интересуетесь либо их некоторые люди и я об этом говорю постоянно к сожалению не считают нужным обеспечивать собак мелких пород полноценными физическими нагрузками а зря поскольку как правило малышей они очень подвижны и легко поддаются дрессировке вот например с кавалер ким чарльз панили можно прекрасно заниматься такими зрелищными видами спорта как фризби или аджилити но когда вы даете собаке физическую нагрузку вы должны помнить первое физическая нагрузка должна быть постепенная второе физическая нагрузка должна быть постоянной только при соблюдении этих требований физическая нагрузка не нанесет в ее здоровье вот у вас собаки молчаливы по крайней мере сейчас я не слышал ни одного тяф но опять же вот у моих знакомых кавалер ким чарльз панили но настолько слова охотливы нет я конечно все понимаю я сам всегда рад пообщаться с собаками но иногда это просто начинает мешать собаки этой породы склонны к такой разговорчивости нет собаки данной породы не склонны к разговорчивости они как правило очень молчаливые когда у них бывает перевозбуждение какие-то эмоции тогда да тогда они прям заливаются но далеко не все очень редкие в породе есть эмоциональные собаки весьма эмоциональные данная порода поэтому при прекрасно используется в некоторых видах спорта таких как аджилити и приносит очень серьезные плоды и спорт вот но да для такого спорта как раз нужны собаки очень темпераментные темперамент когда собака темпераментная на эмоционально соответственно может гавкать если собака здрасте если собака более спокойно у такого темперамента от нее я слышу лай иногда когда она выходит и здороваться с азиатами то есть она выходит она и погавкала не и в ответ она пошла по совсем поздоровалась все раз день утром вот как она реагирует на допустим на детей на людей вообще и вот дома когда к вам кто-то приходит и на улице например когда встречаете кого это порода по натуре очень доброжелательно иногда даже чересчур украсит у собак очень просто они идут ко всем людям абсолютно доброжелательно со всеми общается великолепно конечно они бесконечно верны своему хозяину и очень страдают при отсутствии хозяина но с детьми с людьми собаками они прекрасно находят общий язык и главный признак породы это доброжелательность полное отсутствие агрессии что тоже не всегда хорошо потому что кражи этих собак они выживите не очень красивые и кражи этих собак весьма часто какой вывод я могу сделать из этого с любой собакой нужно заниматься и для того чтобы ваша собака не стала жертвой злоумышленников мне кажется что здесь нужно просто ее обучить базовым командам и не полениться сходить на площадку потому что любую собаку нужно обучать а кавалерки час без панель настолько любит и отдается хозяину что работа с ним а сплошное удовольствие я всех своих владельцев они очень азартные очень да и безумно любит лакосок может об этом говорили я всех своих отправляю на какую-то работу кто-то у меня занимается отжилить это кто-то на узборком это но нюхают предметы на запах кто-то просто ходит на площадке занимается и это обязательно потому что любая собака должна жить в обществе и общаться уметь и с людьми и собак и самое главное что давайте на этих дрессировках площадках люди хозяева учат общаться с собаками то есть там больше даже не собак учат а больше людей общению то что сейчас самая главная проблема люди думают что они могут взять собаку она будет их слушаться нет любой собак она заниматься начинает надо не собак себе у нас такая умная порода есть две породы которые очень похожи как по названию так и внешне кавалер кинг чарльз спаниель и просто king чарльз спаниель кавалеры они немножечко побольше и мордочка у них по длине а вот king чарльз спаниель поменьше и мордочку у них немножечко напоминает мопсячу ну потому что когда-то спаниелей вязали с мопсами так и получилась эта порода вот сейчас кавалер кинг чарльз спаниель порода очень популярная да к сожалению вот я как раз и об этом хотел спросить есть свои плюсы у этой популярности но есть и сложности вот чего больше и вы сказали к сожалению что вы вкладываете любая популярная порода становится для разведенцев для недобросовестных заводчиков таким лакомым кусочком способом заработать денежку и вообще без разницы здоровая собака больная все ли хорошо у нее с характером все ли хорошо у нее со здоровым им это без все равно главное родить побольше причем каждую течку абсолютно и продать подороже любая популярная порода становится неблагополучная во всех отношениях просто во всех потому что с точки здоровья с точки нервной системы абсолютно популярность породы любую породу просто уничтожает просто уничтожает все популярные породы прошли свое падение причем очень жестко мы знаем да и немецкие овчарки и ротфеллер который как мопсы стали далматины после мультфильма 101 далматины шотландская овчарка после фильма лэсси да среднезиатская овчарка тоже проходит очень серьезное изменение характере психики и внешнем виде вообще в принципе даже кавалер кенчарльз панелька но среднезиатская овчарка много лет находится на пике популярности с болью наблюдая что сейчас происходит и кавалер кенчарльз панель стал недавно популярной породой еще его не успели угробить и такого состояния но я уж на страхом думаю о будущем получается все таки есть и риски мы можем взять больную собаку и попасть к недобросовестному заводчику что же делать и риски эти так понимаю велики абсолютно мы уже по проговорили с вами что любой добросовестный заводчик имеет а тесты по здоровью то есть мы в первую очередь запрашиваем тесты второе мы перепроверяем потому что я уже говорила о фотошопе сейчас он очень высоко развит третье все таки читаем отзывы в интернете на любой питомник у него всегда есть отзывы то есть мы набираем питомник отзывы читаем все-таки мониторим интернет мониторим что выпускает этот питомник смотрим их собак на то есть если питомник более-менее известны всегда их собаки выставляются где-то они все равно на какие-то выставка значит ну интернет может все обязательно приезжаем не сразу за щенком приезжаем прямо прямо могу сказать без денег и без карточки без ничего мы приезжаем общаемся в этом питомнике потому что вам вы приехали вас могут цепиться и вы выйдете уже даете до дома и только поймете что вы уже купили собаку так тоже бывает поэтому нет приезжаем знакомимся как содержится родители гуляют родители не секрет что сейчас очень много таких пород живут просто в клетках и зайти в этот дом невозможно если вы зашли там ужасный запах собаками не гуляет ну как можно как может быть здоровая собака в таком питомнике скажите на даже невозможно я всегда говорю так как отличить хороший питомник от плохого в хороший тебе самому захочется вернуться вот поэтому я говорю приезжайте без денег без карточки если вам все понравилось вы приехали домой переспали с этому и все-таки вы хотите взять именно в этом питомнике возвращать светлана задавала вопросы которые свойственны всем дилетантам то есть она начинала с самого нуля и конечно вопросы задавала достаточно много ей было это интересно и она с удовольствием слушала ответы и анализировала эти ответы потому что другие вопросы это происходили собаку явно она хочет потому что при виде собаки где глаза просто горят таким людям можно доверить собак но конечно подготовив и находясь постоянном контакте с ними из нашего разговора с викторией мне больше всего запомнилось что нужно все таки дважды перепроверять нужно перепроверять родословную родителей нужно перепроверять их здоровье потому что это очень важно для уже нашего питомца обязательно нужно следить за здоровьем то есть не получится вот просто купить и вот такой аксессуар замечательный у нас появился нет с ним нужно заниматься нужно делать прививки нужно обязательно стричь каждый день а хотя бы раз в месяц водить грумеру потому что самостоятельно с этим разобраться невозможно будут колтуны светлана во второй части нашего проекта мы начинаем пытать вас задавать вопросы по поводу того как к вам вообще пришла мысль завести на эту породу вы понимаете что это серьезный шаг несмотря на то что это контактная порода это очень милая порода что это небольшие габариты но вот не бывает маленьких собак бывает большая ответственность вы это понимаете я готова к этой большой ответственности потому что она принесет большую радость поэтому я готова а вообще вот почему вы решили завести именно эту породу влюбилась просто вот увидела в первый раз и поняла что хочу такого друга и вот все чтобы говорить меня убеждает уже это было тогда иррационально и эмоционально сейчас я слышу все да я действительно так хочу это все возможно то есть вы готовы готова утром вы работаете со скольки до скольки из девяти тридцати до шести отлично вы готовы за всем утра выйти на улицу гулять значит стать вам надо будет где-то в шесть наверное да чтоб собраться и пойти собачка гулять вот сложно это конечно а если вот как-то один день допустим пропустить ничего страшного это невозможно любая вы же утром хотите сходить туалет и они хотят они хотят погулять они не хотят сходить на горшок дома как некоторые предлагают нет это собака а вы противник такого подхода абсолютно для меня это неприемлемо я может быть пропущу где-то маленького той тиреечка вот такой синького который голенький которому очень на улице холодно сыр и некомфортно это я категорически всегда что собаки должны быть на свежем воздухе гулять обязательно то есть они в минимум два часа в день даже для меня должны гулять ну хорошо вы утром сильно торопитесь полчаса туалета это должно быть обязательно а вечером а вечером надо на площадку идти заниматься надо собакой вы готовы тоже каждый день а если допустим просто дома дать ей какую-то игрушечку вот если не получилось на площадку может как-то а не получилось не не должно быть ни в коем случае любой собаки должен быть обязательно мацион мацион это движение на свежем воздухе собака должна гулять собака должна общаться себе подобными поэтому так же как мы с детьми то есть утром немного погуляли вечером мамочки все выходят с колясочками собачки выходят на площадочке это обязательно светлана вы готовы к тому что собака в любом случае это затраты в том числе и как временные так и финансовые это прививки это снаряжение это поездки с собакой то есть это грумер который кстати говоря если хороший грумер то это в общем не дешевое удовольствие вы понимаете вот этот аспект понимаю но вот как раз хочется узнать а вот сколько примерно нужно денег чтобы содержать вот одну допустим собаку но примерно в месяц вот замечательный вопрос если бы я посчитала содержание всех своих собак но смотрите корм так как да кстати мы не затронули самый главный вопрос в этой породе это аллергия поэтому корма у нас всегда должны быть определенного качества то есть переход других кормов давание какие-то вкусняшек неправильно сразу вызывают у них очень жуткие аллергические реакции то есть у них текут глаза они становятся ржавыми по шерсти у них текут уши кстати за ушами тоже должен быть обязательный уход постоянный поэтому на карма супер премиум на сегодняшний день бешочек супер премиум корма стоит вот семи наверно вы сейчас даже не знаю по нынешним ценам сколько раньше стоило 7500 сколько стоит сейчас я затрудняюсь сказать но мешочек это на сколько хватает на одного кавалитки часть панели хватает ну в день у меня выходит грамм стуна них еды на собаку ну вот посчитайте сколько там я даже не считаю потому что у меня их много собак купила и купила а грумер грумер чтобы сергию в посаде мне обходится 2000 в москве я знаю что от 3 ежемесячно плюс обязательно обработка начиная с февраля москва очень рано при начинаются клещи поэтому начиная с февраля до когда где-то ноября у нас идет обработка если вы запланируете выставки это же у нас идет оплата выставки оплата хендлера это очень серьезные расходы выходят на собаку если вы берете качественную собаку хотите продолжение рода значит выставки обязательны каждый поход на выставке в минимум стоит от пяти тысяч то есть это регистрация на выставку вид контроль и хендер это от пяти тысяч и выше чаще всего выше как вы относитесь к тому что собака может приходить в постель может в общем нарушать ваше вот такое жизненное пространство прайвиси вот то что называется потому что это собаки на самом деле очень контактные некоторым людям это нравится а других может шокировать мне наоборот это нравится такая же свободолюбивая собака которая будет отражать своих хозяев которые не знают никаких рамок которые хочешь любить вот она идет к своим хозяевам это же здорово это наоборот вдохновляет то что она контактная вот светлана я не требую от вас вот сразу ответа да или нет но вам не кажется что вы просто попали вот под обаяние этой породы а вообще сложности которые связаны с собаками вообще вы себе практически не представляете вот после нашего разговора появилось такое легкое ощущение я конечно еще буду глубже анализировать ситуацию потому что я понимаю что это не семиминутное решение то есть завтра вы за собакой не побежите может быть послезавтра вы так восторженно об этом говорите что у меня складывается ощущение что вы все-таки не совсем понимаете сколько трудностей сколько вы понимаете что еще когда у щенка возьмете домой он может вам написать и накакать и накакать может сгрызть ваши туфельки вы думали об этом я их спрячу все туфельки а еще может отодрать обои и заинтересоваться проводами которые надо обязательно будет поднимать это мелочь жизни потому что ту радость которую можно получить несмотря на эти мелочи она перекрывает и нивелирует все эти трудности дай бог чтобы это было так на самом деле было очень интересно потому что до этого я вас снималась неоднократно передачах и всегда было одно расскажите о хороших чертах и никогда не задавали вопросов о сложностях максимум задавали вопрос огромные собаки поэтому я считаю что переданном контексте передача очень интересная и очень познавательная для многих начинающих владельцев или людей которые решили завести данную породу светлана готова взять собаку да она готова она будет неплохим владельцем я бы наверное еще дала и время и ей и супругу обдумать сложности в содержании собаки не только в радости и любви я считаю что она не очень готова тоже шерсти которая в доме будет присутствовать постоянно она пришла прекрасно вязаным черном платье который дальше она вряд ли сможет носить и к этому надо приходить осознанно так же она не совсем понимает что надо будет вставать надо часов шесть утра по пол седьмого чтобы погулять собаку перед перед работой нам женщинам на же прежде всего макияж а потом уже собакой к этому тоже надо будет привыкнуть жизнь и полностью перевернется для для человека которая никогда не держала собаку она я думаю не совсем еще осознает но ей надо будет это обдумать и прийти к этому решению проект подсказал меня куда сосредоточить внимание то есть что-то об этом я слышала но с экспертом я копнула глубже и поняла конкретику поняла как больше присмотреться куда посмотреть и теперь у меня есть эти векторы и мне будет проще выбрать моего питомца мне очень помог проект я увидела пообщалась и с экспертом заводчиком и самой собакой и после этого я поняла что есть над чем подумать но тем не менее я до сих пор крепко своем желании конечно же хочу завести собаку дорогие друзья хвост ньюс подготовил для вас подарки виктория для вас это корм монш корм премиум качества на основе ягненка где мясо ингредиент номер один а также набор итальянской косметики и в сент-бернар который уже на протяжении многих лет помогает поддерживать красоту и заботиться о здоровье наших четвероногих питомцев светлана ну а для вас набор который называется первый шаг вот хвост ньюс очень приятно я уверен что он вам пригодится поскольку по вашей уверенности понятно что собаку у вас через какое-то время все равно дорогие друзья подписывайтесь на канал хвост ньюс скачиваете приложение она очень полезны и еще ставьте лайки хвалите ругайте в общем нам очень важно знать ваше мнение о проекте с вами был григорий манев и хочу собаку скоро увидимся